Сюжет футболиста карьеры полностью вымышленный. Всякая сходца с реальными событиями является абсолютно случайным. Идем на второй. Итак, спрашивал я у вас, какие мне тренировать способности. И я надеюсь, я сейчас смогу посмотреть. И вы мне написали, покажи-ка все. Нажимайте там на паузу, либо я могу сейчас все это продиктовать. Поэтому, кому не интересно, можете скипать. Ножницы, обводка, двойным касанием, эластику, марсельская рулетка, сомбре, раскрещивание, проброс между ног с разворота, подыгрыш пяткой, ведение подошвы, игра головой. Это мы уже выучили. Удары с подсечкой, дальние удары. Его мы вроде когда учим. Удары с наклевом, удары по восходящей, акробатика, игра пяткой, удар без подработки, пас в касание, пасы в разрез, пас на ход, точность подачи, подкрутка шведой, рабона, слепой пас, низкий пас навесом. Ну это уже вратарские пошли. Сильное вбрасывание, штатный пенальтист, который мы отработали. Так, ну это тоже вратаря. Хитрость, опекун, оттягивание в защиту, перехват, акробатический вынос, что с альтушкой? Планино из неудобных. Способности капитана можно, кстати, тоже либо суперзамену. Ну, не знаю. Меня могут тогда вообще во втором тайме только выпускать. Боевой дух всякий. Ну и все. Вот. Мне кажется, способность капитана можно было бы себе поставить. И надеяться на то, что не дадут капитанскую повязку. Было бы интересно себя в этом амплуа увидеть. Ну, а у нас сейчас матч Ювентус против Милана. Мы играем дома. Вроде как мы прошлый матч с Миланом проиграли с счетом 1-0. Тогда Рафаэль Ляу забил единственный гол. Ну, а сейчас у нас игра домашняя. Роналду Бернардески и я в нападении. Вот так вот выглядит состав Милана. Куда они дели Доноруму? Какой-то вратарь у них Донорума. Ну, опять вот Романьоли. У них очень хорошая защита. Правда, кроме Кальдары и Саель какого-то там вот справа в защите, можно вот там пробовать проходить. Поэтому Ювентус-Милан, поехали. Итак, Ювентус-Стадиум, Альянс-Стадиум, называйте как хотите. Матч сегодня просто невероятный. С самого начала первая строчка приезжает играть на стадион ко второй. Одно очко отставания. А было 11 вроде у нас очков отставания до Милана. Но вот так вот получилось, что мы в хорошей форме были. И Милан, скорее всего, там просто терял свои очки. Так что мы еще и в прошлом выпуске замечательно до минимального отставания. Сделали отрыв. Все, ничья у нас 0-0. Не получилось забить ворота Милана. Как бы вырваться вперед. Поэтому у нас все так же сейчас. Минимальное отставание. Одно даже ударов в створ. Просто два удара пробили. У меня оценка 7-0. Но мы будем ждать ошибки Милана. Вот, потому что у нас 3 очка лидерства над Латсо. И 1 очко отставания до Милана. 87 рейтинг. 10 плюс 11 по гол плюс передача. Так, нам приходит сообщение. Мы сегодня, естественно, в старте. И играем мы сейчас против Аталанты. Лешка Миранчук. Посмотрим, как сыграем. Он сегодня в старте, кстати. У него... Мы его поставили слева. 73 рейтинг у него. У нас вот такая. Филипп Луиз даже за Ювентус сейчас еще играет. Вот такие дела. Посмотрим, посмотрим. Интересный, конечно, будет матч. Аталанта-Ювентус. Поехали. Итак, Аталанта против Ювентуса. Тоже интересный матч. Аталанта очень серьезный соперник в реальной жизни. Вот, но мы посмотрим, как все это будет, конечно, складываться. Встречаемся мы еще и лично против Лешки Миранчука. Посмотрим. Он до сих пор причем играет за Аталанту. Здесь как-то нет таких тупых переходов, как в Фифе, что мы видели Чалова в первом же сезоне, там, который бегает за Вестхэм. И меня заменили на 70-й минуте. Вышел из меня Жоа Педро. И все. Снова у нас ничья. В матче против Аталанты. И сейчас мы на вот этих ничьих-то и можем прогореть. Просто по ударам даже нас переиграл Гасперини с компанией своей. И Робьё оценка 7-0, так же, как и у меня. Милан, кстати, тоже там играет в ничью. Вот. У нас 4 очка лидерства теперь над Лацио. Но все так же одно над Миланом. До Милана отставания. Мы будем верить, что когда-то мы все-таки сможем забить и обогнать Милан. Но и главное, там будет потом не проигрывать. Ювендус Ферентино. Я так понимаю, это дерби какой-то раз сзади. Вот это не было. Плашка. Так, мы в старте сегодня. Ферентино идет на седьмой строчке, практически как Аталанта. Ну, и будем мы смотреть, как мы сыграем против них. Тем более, мы, я так понимаю, там на выезде вроде опять играем. Не посмотрел, что-то. Так, а сцены нам эти не нужны. Нет, мы играем дома даже. Замещай замечательно. Ляфонт у них на воротах. Тоже будем пытаться через лево. Через левый фланг для нас в нападении проходить. Потому что оборона тут так себе. Ну, мы готовы. Ювендус Ферентино. Поехали. Итак, снова Альянс Стадиум. Сегодня мы на нем уже сыграли против Милана. Но и сыграли в ничью. Я надеюсь, что сегодня голевые от меня вы увидите. Потому что многим зашел прошлый выпуск, когда мы голов там забили больше, чем голевых отдали. Ну, я надеюсь, сегодня будет получше. Надо стремиться всегда к лучшему. Слава богу, сейчас он так пролетает. Так, спокойно. Маккейни. Ну, что это такое-то? Мы нормально-то могли там друг другу скинуть. Бернардески. Ой, спокойно. Давайте лучше через другое место. Так, а вот это вот неплохо. И подавай. И! И это 1-0. Отличный прострел от Сидерико Бернардески. И мы забиваем. Суперский момент. Ой, вот это вот первый раз такое празднование делали. Ну, отлично. 29-ая минута. 1-0. Ювентус-Фиорентино. Мы повели. Вообще замечательно. И получается, мы сейчас сравнялись по голам и голевым за этот сезон. У нас 11 голов, 11 голевых передач. Классно, но я бы голевые все-таки бы тоже в чемпионате поотдавал. Хотелось бы стать лучшим ассистентом. А Гоумы получают желтую карточку. И это дубль. Как же сейчас мы развернули замечательно. А, Криштиану Роналду. Замечательно на меня голевую сейчас просто отдает. Супер. 2-0. Перерыв мы уже ведем. Здесь очень хорошо и принял на грудь. И пробил в касание. Замечательно. И все. Уверенная победа дома. Со счетом 2-0. Мы забиваем дубль. Не получилось, конечно, лоббички 3, к сожалению. Но моменты были. Моменты были, чтобы забивать. 8 ударов, 4 створ. Супер. У меня оценка 7-5. Итак. Мы победили Фиорентину. Где наш Милан? Я его не увидел. Милан проиграл Лацио со счетом 3-0. И, друзья, мы на первой строчке. У нас теперь 2 очка лидерства над Миланом. В 4 очка мы все так же лидируем над Лацио. И все замечательно. Вот так вот Милан проиграл Лацио. Вообще они теперь даже потеряли первую строчку. У нас 88-й рейтинг. Прокачались 12 голов. 11 голевых передач за сезон. Получается, ну вот, вы видите, 42 гола всего у нас за карьеру. Ну и 30-й голевой пас. Так. Нам приходит сообщение. Мы сегодня, естественно, центральный нападающий. И у нас кубок начинается. Двухматчевое противостояние против Милана. Ну посмотрим. Они нас все-таки обыграли. В чемпионате один раз, 1-0. Мы пока что без побед над Миланом. Кстати, теперь Унувар вместо Крещану Роналду будет на поле. Крещану Роналду даже в заявке нет сегодня. Ну и, кстати, у нас появился, я так понимаю, новичок. Это Люка Пеллегрини. Вот такие дела. Унувара тоже я первый раз что-то вижу. Крещану Роналду даже не взяли. Ну так я смотрю. Вроде таких-то игроков, которых мы не знаем, нет. Все. Снова у нас Милан Ювентус. Теперь уже кубок Италии. Мы на Сан-Сиро. Так. Надо форму, мне кажется, поменять или не стоит. С красно-оранжевым, может быть, сочетаться будет там всегда. Поехали. Милан Ювентус, Сан-Сиро. Все. Сфоткали всех игроков Милана. Я надеюсь, что у нас получится в двухматчевом противостоянии победить их. И сегодня нам просто нужно обязательно забивать гол, потому что это выездная игра. И выездные голы очень ценятся в двухматчевых противостояниях. Опасные моменты и Ибрагимовича, естественно, забивают. Он вышел на замену и забил. Вы серьезно? Да? Ибрагимович 1-0. Он только что вышел вроде как на поле. И замены сразу пошли. Там Малиновский, кстати, из-за таланта в Милан перешел. И все. Минимальное поражение от Милана. Ибрагимович вышел на поле и забил. Все. Замечательно. Ну и теперь нам надо дома. Вот у них один удар. Я всего лишь в 100 уровня. Серьезно. У меня оценка 6-0. И Ибрагимович 7-0. Дома нам теперь надо обязательно забивать к нему 2 и не пропускать от Милана. Так. Сегодня мы в старте. Естественно, в ответной игре против Милана. Но скоро уже вон Барселона виднеется. Итак. Ответная игра. Сегодня Роналду даже на поле. Почему-то. Ягуас посмотрели в нападении у Милана. Ну и даже голкипера какого-то поставили. Но все равно это Романьоли у них есть на поле. Это будет уже трудно. Ювентус Милан. Поехали. Итак. Ювентус Милан. Альянс Стадиум. Ответная игра. Мы горим со счетом 1-0. Надо обязательно забивать. Не пропускать. Сегодня это точно. Если пропустим. Сейчас 1. Надо будет 3 уже здесь забивать. Так что это вообще нам не нужно. Надо забивать нам сейчас 2. Чтобы выходить уверенно так. Не переводить всякую игру в дополнительное время там. Меня естественно еще и заменили. Серьезно. Конечно. 8-7 минута. Вместо меня выходит Леаутон. О, этот. Жоа Педро. Ну и все. Мы просто проиграем сейчас. Все. Ничья. И в полуфинал выходит Милан. А не Ювентус. Из-за того, что меня просто сейчас взяли и заменили. Избил этот говноед. Которому даже красный показали. Я ищу игрок матча. Наполи обыгрывает Торино. Интер проходит Рому. Латсу обыграет Аталанту. А мы проигрываем Милану в четвертьфинале Кубка Италии. Замечательно. Приходит нам сообщение. Мы сегодня в старте. Игра у нас против Лечи. Хотя бы в чемпионате мы вот выиграем. И лишь бы сейчас не провалиться в Лиге чемпионов и в чемпионате. Так. Коста. Роналду и мы в нападении. Посмотрим на вратаря. Ну такая себе на самом деле оборона. Поэтому будем бить со всех дистанций. Поехали. Итак. Ювентус против Лечи. Надо теперь перед болельщиками извиниться за вылеты из Кубка Италии. И надеяться на то, что мы сможем поднять чемпионат Италии. Трофей. Лигу. Золотые медали. И постараться также пройти как можно дальше в Лиге чемпионов. Для меня это максимум был четвертьфинал. И все. Заканчивается матч. У нас ничья против Лечи. Закончили. 0-0. Что опять вот это вот началось безголевая серия. Я не понимаю. Ну естественно игрок матча 7-0 у меня оценка. Милан там 3-0 вынес специю. И Милан снова на первой строчке. У них из-за разницы мячей они выше. Но у нас 3 очка над Интером. Так. Мы сегодня в старте. И у нас стартует сейчас Лига чемпионов. 1-8. Мы играем дома против Барселоны. Дембеле, Суарес, Кулулевский кстати. Месси на скамейке мы видим. Де Йонг, Пьянич, Сауль, Роберто Пике, Араухо, Джуниор Фирпо и Лью Рис. У них есть Терштеген, Ленгле. Кто еще? Ну Эмерсон даже тот же. У них есть Месси. Но они выпускают вот таких вот игроков. Флаг вам в руки. У нас... Что у нас? У нас Барабье бы поменять позицию. Именно ЦПЗ бы поставить. Было бы выше. А так все вроде как основные игроки. Поэтому мы готовы сегодня. И Ювентус Барселона. Надеюсь формы не сильно будут сливаться. Да не должны. Да давайте тоже поменяем если что. На всякий случай. У них есть вот такая есть. Но лучше вот эту наверное. Да черная будет посимпатичнее. Ювентус Барселона. Поехали. Итак. Альян Стадиум. Ювентус против Барселоны. Мы сегодня заряжены. Льюри с капитанской повязкой. Нам нельзя сегодня пропускать именно в сегодняшнем матче. Потому что Барселона играет на выезде. А мы знаем как все это в Лиге Чемпионов бывает. Так что лучше не надо. На выезде нам сейчас ничего пропускать. Лучше самим там один-два мяча забить и будет нам достаточно. Угловой сразу же на пятой минуте зарабатывает нам Криштиану Роналду. Роналду. И это 1-0. Мы забиваем Барселоне в Лиге Чемпионов. Что за шикарный матч. Начинается у нас. Супер. Барселоне-то я еще как раз вообще не забивал. И причем Барселона предлагала мне зимой переходить к ним. Когда я уже знал, что мы будем играть вместе в плей-офф. В первом же матче. Но я отказался. Они мне предлагали там около 11 миллионов в год. Но я отказался. Пока что без проблем я могу перейти в Барселону. Потому что я не играл за Барселону в FIFA 20 в карьере. За игрокам не переходил туда. Почему бы и нет. К финалу бы такое можно было бы сделать. Но здесь нас свели в 1-8. В реальной жизни это вообще матч в группе. И забивает Мирале. А не это Артур. Артур забивает Барселону в своей бывшей команде. Хочу сказать Пьянич. Потому что пятерку в Ювентусе. У меня еще покажется в голове это Пьянич. Но он забивает с моей голевой. Давно я не отдавал голевые кстати. Замечательная игра Артура. И все. Заканчивается у нас матч. Уверенная победа в Лиге Чемпионов дома над Барселоной. В 1-8 Лиге Чемпионов. Забили гола. Дали голевую. Но это просто замечательно. Оценка у меня 7-5. За этот матч. На меня Роналду отдал. А я на Артуру. Все замечательно. Итак. Реал обыграл минимально Аякс. Получается. На выезде. Ливерпуль. 2-0 обыграл Армению. Спартак. 3-0 вынес Интер. Сити вынесли Лион. Лацио. 3-1 обыграли Бенфику. МЮ минимальный Атлетик Мадрид. И ЦСКА. 3-1 на выезде обыграл Селтик. Вот такие вот результаты. 13 голов. 12 голевых передач. 43 уже сыгранных матчей за сезон. 6-8 у меня оценка. Итак. Центральным нападающим мы сегодня. И у нас игра, кстати, против Интера. Так что вторая строчка против третьей. Но нам в любом случае надо побеждать. Чтобы обгонять Милан. Раду на воротах. Все. Видите на своих экранах. Мартина Слукаку в нападении. Мы готовы. У нас неплохой состав. Сейчас на этот матч. Поэтому поехали. Итак. Интер-Ювентус. Интересная игра. После матча именно с Барселоной. Сразу же нам дают Интер. Кто сейчас занимает третью строчку в чемпионате. Дальше у нас идет Лацо. Которые идут на четвертый пока что. Но посмотрим, как после вот этого матча Будет все у нас складываться в турнирные таблицы. Нас заменили. На 81-й минуте вместо нас выйдет, я так понимаю, Жоа Педро. Ничья. Ничья у нас сейчас против Интера на выезде. Я не знаю, как сейчас будет там турнирная таблица выглядеть. Вот. Что опять начали мы терять очки в чемпионате. Мне это не нравится. Милан выиграл Эмполи. Лацо проиграли Фиорентини. У нас два очка теперь до Милана. Вот. 88-й рейтинг у меня. 13 плюс 12. Так. Мы сегодня в старте, естественно. Ну что же. Сейчас у нас домашняя игра против Лацо. Они идут на четвертой строчке. Но нам в любом случае нужно одерживать победы, чтобы обгонять уже Милан. Один раз у нас получилось это сделать. Придется теперь и еще один раз. Дебало у нас право 79-й рейтинг. Буфон даже сегодня. Это вот опасно. Но и у Лацо очень хорошая оборона. Если только не вот этот Вавру. Прямо центральный-центральный защитник. Все остальные вот 80-плюс игроки. Даже у нас не все практически 80-плюс. Вот. Так что мы готовы. Домашняя игра. Поехали. Итак, Allianz Stadium. Juventus против Лацо. Интересная игра. Они были. Ой-ой-ой. Какой же подбор форма. Чего-то я даже сильно не заметил. Но у них как-то видно, что какие-то шортики голубые. Это вроде светленько. Поэтому я надеюсь, что получится как-то тут различать. И 1-0. Замечательно. Как я вот это вызвал. Прямо этот момент. Подождал, пока Паула Дебала там прибежит. Замечательно. Отдал точно еще и передачу на меня. 1-0. 55-я минута. Мы забиваем ворота Лацо. Замечательно. Все. Минимальная победа. Домашняя. С счетом 1-0. Мы забили единственный гол в этом матче. Дебала не реализовался. Удар. С 11-метрового удара. И также не получилось у него забить. Упор, когда я на него навешиваю. Вот такие вот дела. Так. Милан проиграл Бреша. И супер. Мы снова на первом месте. Так что мой гол опять нам помог. 60 очков. 1 очко. Лидерс над Миланом. В 3 очка лидируем над Интером. Ну а Лацо вообще теперь на 9 очков от нас отстают. 14 голов. 12 голевых передач за сезон. 88-й рейтинг. Так пока что и остается у нас. Приходит нам сообщение. Мы сегодня в старте. Игра у нас правда выездная. Посмотрим сейчас на оборону. Ну кстати центральные защитники неплохие. Ну вот краб вот этот на позиции вратаря. Можно, можно постараться. Из любых дистанций пробивать. Посмотрим. Специя Ювентус. Формы теперь нормальные. Поехали. Итак. Специя. Если я все правильно понял. Против Ювентус. Последний раз мы кстати с ними в ничью. Если мне не ошибаюсь. Не изменяет память. Я не ошибаюсь. В ничью 0-0 с ними мы сыграли. У себя дома. Ну посмотрим. Сейчас мы Лацо обыграли. Благодаря моему голу. Они забиты ему пенальти. Паулу Дебалу. Вот. И мы на первом месте теперь. У нас 60 очков в активе. И все. Заканчивается матч. Со счетом 0-0. Снова у нас не получается обыграть вообще специю в этом сезоне. 4 удара. 2 в створ. Но ни одного гола. У меня оценка 7-0 за матч. Так. Интер 4-1 обыграл Лацо. Милан обыграл Спал. И. Теперь у нас снова Милан. Во главе турнирной таблицы. Итак. На матч с Барселоной. А. Это еще вызов сборной. Итак. Мы сегодня естественно в старте. Тем более Лига Чемпионов. 1-8. Ответная игра. Мы на Компноу впервые с вами. Вот. Еще раз напоминаю. Что в Испании у нас очень плохо складываются Еврокубки. Так как мы вылетели от Севилии в 1-16 лиге Европы за Локомотив. Вот такие вот у нас дела. Ну. Месси в старте даже сегодня. Посмотрим как. Отыграют. Ну что же. Барселон и Ювентус. Какая-то форма некрасивая. Вот у нас. Мне вообще что-то не нравится. Вот эта форма. Давайте лучше вот в белый. Пойдет. Барселон и Ювентус. Поехали. Итак. Мы в замечательном каталонском городе Барселона. В столице Каталонии между прочим. И вот так вот Месси сегодня против Роналду. Финал мог быть таким. Но нет. Сегодня у нас 1-8. 2-0. Ювентус на Альянс Стадиум обыграл Барселону. Посмотрим. На этом стадионе происходило что-то невероятное. Мы помним тот матч. 6-1 против ПСЖ. И вроде как в 1-8 он и был тоже. Подача. И забиваем. Отлично. Дубль нашего ворота Барселоны. В двухматчевом противостоянии. И мы забиваем. Отлично. 20-ая минута. Очень хорошо на меня сейчас Рабье прям скинул этот мяч. Я просто решил на молчаночке этот момент завершить. И получилось. Отлично. И мы забиваем дубль. Реально мы сейчас забили в матче дубль. А я говорил, что когда мы один мяч забили. Я сказал, что мы забиваем дубль в двухматчевом противостоянии. Теперь мы уже хэт-трик забили. Хэт-трик, друзья, в Барселоне в двух матчах. Шикарно. Роналду замечательно. Вот здесь. И так вот замечательно. Аккуратненько. Левой ногой в ворота Барселоны. И все. Так. Понял. И. Ну это хэт-трик. Это хэт-трик. Против Барселоны. Ребята. Мой последний хэт-трик-то был в ворота ротора за Химки. Или нет. За локомотив. Да. За локомотив. А тут хэт-трик в ворота Барселоны. И тем более Барселона хотела меня покупать. Как раз зимой. Но. Я решил отказаться. И доиграть полный сезон в Ювентусе. Как минимум. Вот. И замечательно. Хэт-трик в Лиге Чемпионов. Да еще и против Барселоны. На их стадионе. Вообще. Все. Болельщики, мне кажется, Барселоны меня будут точно ждать. Когда я перейду к ним. Потому что таких игроков обязательно надо видеть в составе каталонской команды. Которые тем более им хэт-трик забивает. Хэт-трик на Камп Ноу от меня. Мы обыграем Барселону. Я забираю свой мячик. Вот. В чемпионате России у меня был хэт-трик. В чемпионате, можно сказать, за итальянскую команду тоже у меня был хэт-трик. Замечательно. Ведь серьезно. Мой последний хэт-трик это был ворота ротора за локомотив. А тут вот забиваем Барселоне. 8 ударов, 7 створ. Барса ничего не смогла противопоставить нам. Но у меня оценка 8,5 за матч. И так дальше. В 4-й снова проходит Реал Мадрид. Они обыграли все-таки Аякс. Двух матчевым противостоянием 4-1. Ливерпуль 3-1 прошел Армению. Спартак проходит Интер 4-1. Сити в дополнительное время обыгрывает Леон 5-4. Латсо обыгрывает Бенфику 3-2. Юнайтед в дополнительное время обыгрывает Атлетика Мадрид 3-2. ЦСКА 3-2 обыгрывает Селтик. Ну и мы проходим со счетом 5-0. То есть Барселона единственная команда в 1-8 Лиге Чемпионов, которая не забила даже ни одного мяча в двухматчевом противостоянии. 17 мячей. 12 голевых передач. Средняя оценка 6,9 за сезон, можно так сказать. 88 рейтинг также и остается. Так, нам приходится общение. Мы сегодня в старте. У нас 1 очко отставания до Милана. Ой-ой-ой, тут еще и Манчестер и Юнайтед нам в четвертьфинале попался. То есть те команды, в которые я бы хотел бы именно в эти перейти. В Испании это в Барселону, в Англии это в Манчестер. Ну вот снова. В четвертьфинале мы встречаемся против Манчестерского клуба. Зазенит мы встречаемся против Сити. Теперь мы встречаемся против Юнайтеда. Ну будет интересно это тоже посмотреть. Ну а у нас это будет в следующем выпуске. Мы с него начнем с этого матча. Ну а сейчас у нас игра против Эмполи. На ваших экранах расстановка. Поехали. Итак, Ювентус, Эмполи, Альянс Стадиум. Мы уже официально четвертьфиналисты Лиги Чемпионов. И посмотрим, как мы сейчас отыграем. Нам нужно, надеюсь, под конец выпуска, но забить. И выиграть этот матч, чтобы на первую строчку попасть. Так сказать, заслуженно. Надеюсь, что там Милан потеряет очки. Серьезно? На девяносто первой минуте мы пропускаем? Жесть просто. Так как вообще так можно будет? А какой смысл? Найте уже ваш мяч. Все. На девяносто первой, хотя арбитр ни одну минуту даже не добавил. У них один удар, блин, один створ. Ребят, ну как это вообще называется? Барселона назначит Громинс со своим хэт-триком. А здесь наше поражение. Милан выигрывает, естественно, и все. Четыре очка теперь лидерства у Милана. Замечательно просто. Замечательно завершаем выпуск мы сегодня с вами. Так, приходит сообщение. Мы сегодня в старте, но это следующая уже игра. Там сборная России. Вот. Так что, ребят, всем спасибо большое за просмотр. Покажу пока вам статы свои. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики. И стримы, которые у нас выходят по выходным. С вами был Андрей, канал Футбол. Это жизнь. До новых встреч, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok